Ну вот он, Counter-Strike, давайте смотреть. Virtus.pro Na'Vi 0-0 за атаку. Играют поляки. Na'Vi во Воронье, щипчики есть у Zev's, а также есть смачок. Edward уже чекает миддл, по-моему, агрессивные действия. Опа-опа. Ну, Simple как-то здесь совсем легко отлетает. Этрифрак для Virtus.pro Neo поставил отличный хэдшоп. Ну и вообще, посмотри, какая здесь сумасшедшая раскидка у Virtus.pro. У них два смака, есть золотов, очень жесткий пистолетный раунд. Нашифрованный глубокий смок. Molik на дик. Очень-очень грамотно, очень четко действуют поляки. Без шансов по всему забирать пистолетный раунд. Electronic делает фраг по Миху. Ну, не знаю, веры не так много. Здесь Nato Swincer уже с Nac заходил в спину. Electronic его все-таки снял. У Elek есть смок и есть щипчики. Ситуация 1 в 3 для него. В любом случае, будет попыточка от Дениса, нет? Все-таки уходит на сейв. Скорее всего, это сейв армора, щипчиков. Мне кажется, что... Ну, пистолетка очень жесткая от Virtus.pro. Ну, понятно, что само исполнение было исключительным. И, в общем-то, выход на лонг тоже не самая сложная тактика. Но было видно, что... Но видно, какая концентрация. То есть, расчет был на Симпла сначала, что он, знаешь, как любой крутой пистолетчик пытается там пикнуть, а тут оп, сразу прилетает. И 3 выходит игрока на лонг. Потом крутейший смок, и под этот смок играет тоже команда. Потому что... И Molik на зик. Они понимают, надо пушить просвет, там у нас хороший смочок, мы убиваем Флейми. И в итоге, действительно, коктейль Молотова и до свидания. Ну, стоит отдать должное. Кстати, пик даст от Virtus.pro. Я думаю, это вообще очень неожиданный мув для Na'Vi. Na'Vi думали, что Virtus.pro будут брать какую-нибудь свою карту. Ну, из серии, там, Train, да? Или какую-нибудь вторую после нюкача, может быть. Но не тут-то было, да? Na'Vi решили взять именно нюк сами. Хотя могли, например, брать тот же Overpass, да? Да, вот интересно, почему... Overpass забанили Virtus.pro сразу. А сразу? Сразу, да. А Na'Vi забанили кэш. Ну, кэш понятно. Ну, тогда все на свои места становится. Хотя, опять же, нюк... Ну, посмотрим. До нюка еще дойти нужно. Интересно, какой кайф на победу 2-0 на Virtus.pro. Там точно 5 или 6, я думаю. Миху действует у нас на зиге. Готов вычтолить эту точку. Эдвард играет близко. Потеряли симпла снова. Может, дважды подряд погибает у нас один из самых сильных игроков. Мира пушит дальше у нас Миху. Эдвард пока что... Ну, уже не жилец. Это точно. Ну и проход на Апленд. Тут Дев со скаутом попадает в тушку. Но моментально падает. Флейми Электроник. 2 в 5. По идее, должны засейвить. Свои первые арморы плюс пистолеты. Но вряд ли Virtus.pro дадут засейвить. Потому что они, в принципе, большую половину карты обороняют. Накс на центре. Замечает Электроника. Там пытался помогать Флейми. Флейми разваливает нас с Накса. По КП у Флейми проблемы. И это еще один раунд для Virtus.pro. Полторуха, кстати, у Na'Vi. И это выход на возможный 5-0 от ВП. Да, потому что в первом оружейном-то закуп будет очень посредственный. Авика не будет, скорее всего. А Флейми там. Пауза. На Ави поссорились. Флаг. Все, гг. Сеня, инсайды. Напиши, Зевс, что случилось. Не, ну вряд ли. Вряд ли. Может быть, там кто-то подгорает. И тренер вместе с капитаном пытаются успокоить человека. Хотя я в этом очень сильно сомневаюсь. Скорее тут, я склонен полагать, что какая-то техническая пауза. Скорее всего. Но, кстати, я думал о технических паузах на этом чемпионате. Их практически нет. Все довольно хорошо настроено. Ну, и дело в том, что еще не знаем техническое или нет. Потому что у нас выключен чат. Ну, скорее всего. Вряд ли. Это шутка. На старте игры это... Сам предложил теорию. Теорию сам ее опровергнул. Настоящий. Сам посмеялся. Настоящий аналитик. Не знаю. Преподаватель. Миллионер. Филантроп. Чемпион мира. Любитель собак. Арсений Сеня Треноженко. Ну, вообще-то, знаешь, вот пик, конечно, карт благоволит просто-напросто команде. Ну, просто 2-0 за Virtus.pro в этом финале. Да, просто Сеня уже сказал. Ты только не говори там хату ставить, потому что сейчас начнется. Вот это вот не надо. Вообще ставки, друзья, надо очень аккуратно к этому относиться. Лучше деньги тратить на что-нибудь более полезное. Есть куча прекрасных в мире вещей. А гэмблинг это не та история, на которую стоит... Кстати, у нас вылетел как один игрок команды Na'Vi, так и один игрок команды Virtus.pro. Ты уверен? Мне кажется, может это не прорисовывается просто нижней. Ну, так и тут четверо, смотри. Ну, да. Поэтому я и говорю, что не прорисовывается. А, у одной команды, типа из-за того, что один вылетел, у Саро не прорисовывается. Может быть. А может просто не прорисовывается. Ну, ждем мы, друзья. Собственно, находимся в режиме ожидания. Экономически в любом случае сейчас будет у Na'Vi с Винсера. Ну и... Ну и что еще можно обговорить? Ну, даст у Na'Vi, в общем-то, неплохой в атаке. Опять же, за счет чего? За счет, там, Даньки с Девса и за счет понимания того, как нужно играть за атаку. Последний даст, который вот прям был совсем таким хорошим и качественным. Правда, они его в итоге и проиграли. Это был даст против Liquid на EPL. Нет, Na'Vi даст тренирует, Na'Vi даст играет. Но реально результатов на дасте нет. И утверждать, что Na'Vi там могут выиграть этот даст на изи вообще, ну... Никто и говорит на изи. То есть только потому, что у Na'Vi есть заслуги, да, только потому, что они в топ-3 рейтинга. Они как бы смотрятся фаворитами. Но если брать карты и, опять же, вот этот матч, этот битвый в вакууме, то... Да, фактор финала просто. Фактор финала тут сыграет, возможно, злую шутку с командой Na'Vi. Поэтому я жду лично очень интересную битву. Мне кажется, может быть и три карты до трейна дойти. А на трейне, как для одних, как для вторых, это очень хороший вариант. Ситуация 3 в 4. Команда Virtus.pro заходит на плентап. Пролетает флешка. Очень важно для Na'Vi. Сейчас постараться взять тот раунд. Нео отвечает. Минус электроник. Попадает в голову ему, игрок защиты. При этом Зевс с Бизоном умирает на КТ спауне. И остается на длине убить одного лишь флейми. Флейми. Только что Нео его заметил. Нео откидывает под себя смачок. Нет, неужели он его не видел? Он его не видел, судя по всему. В этот момент Паша выходит на центре. И Na'Vi неожиданно берут все-таки еще один форс бай раунд. Ты понял? Они сделали два форса. Они сделали два форса. Это вообще было очень специфическое решение. Очень жестко. Очень жестко. Ну и эмоции электроника сейчас будут на ваших экранах. Так же, как и Филиппа Кубски. Филипп расплакался. САМБА ДИДЖАНЕЙРО! Тебе показалось, что электроник именно эти слова сказал. Ну, может быть. Ну, да, самбо, да. Ну, может быть. АВП от Паши Бицепса. Ну, и неплохой бай у команды Na'Vi. МП-шкот электроника, правда. Но это девайс, который может себя проявить. Симпл играет у нас на центре. Именно к нему выползает команда Virtus.pro. Симпл делает один минус. Сжмет дальше, но Яли сыграл на размине. Однако Симпл, скорее всего, увидел, что его соперник остался красным. Ну и дал, скорее всего, инфу по Б'Яли. Половину карты игроки команды Virtus.pro заняли. Na'Vi играет довольно аккуратно. Тем временем Эдвард поджал коробку, но не высовывается. Думает, что коробку контролирует игроки команды Virtus.pro. Но это не так. И было бы, наверное, неплохо сейчас все-таки пойти вперед. Эдвард стоит, ждет. Три в Зиге у Virtus.pro. Ну и Пашка, который знает инфу по игроку на точке Б. Паша, кстати, не палится. Это говорит мне о том, что все-таки выход пойдет на точку Б. Потому что если бы Паша все-таки уходил, он, скорее всего, пытался бы сейчас смог убить эту перетяжку, возможную для него. Но нет. В итоге Паша остался. Уходит Electronic, кстати, очень грамотно назад. Паша будет проверять именно левый угол все равно, потому что он видел оттуда смог. А сам в итоге погибнет. Flame умирает, но выход все равно на Аплэнт. И вот тут Паше, наверное, все-таки уже не стоило умирать, если не собирались пойти на А. Филипп Кубский, посмотрите, как хорошо прокрался у нас вниз. Его никто не чекает. Филипп проверяет. И временем Зев все-таки падает. Умирает также Ваня Эдвард. И на Аплэнте у нас никого нет. Команда Virtus.pro может взять вот такой вот раунд. Очень крутой мув от Филиппа. И реально этот мув просто сейчас выигрывает раунд для поляков. Пакет установили. Ниснаг сделал минус. И, конечно же, Флейми может уходить на сохранение девайса. Кроме всего прочего, НАТО с Винцера получают сейчас ресет экономики. Денег в следующем раунде не будет. Соответственно, скорее всего... Не скорее всего... Ну, вероятность процентов 90. Может быть 85. Ладно. Что НАТО с Винцера будут делать форсбай и закупаться на все свои деньги. Не, ну вообще второй раунд нам показал, что НАВИ, по идее, готовится рисковать постоянно, баяться. Может быть, сейчас что-то такое получится. Ну, Акс, отличная стрельба. Флейми падает. И вот, собственно, деньги НАВИ у вас на экране. Прилетело, прилетело. Денег нет. Всего лишь 10 тысяч на всех. Так что, все-таки ЭКО? Крутая стрельба. САМБА! ДИДЖОНЕЙРО! Не, ну тут он ничего такого не говорил уже. Ну, хорош СНАКС. Крут, крут. Ну и красноречивая реакция ЗАЛа. Так, три игрока на Ланге у НАТО с Винцера. Видали гранаты. И быстрый выход, судя по всему. Вот, поляков через ЗИК. Флешечка. Пойдет. Сейчас заход на АПЛЭМ. Очень активно двигается НЕО. Делает фрак. Тут же отвечает СИМПЛ. У них забирает СИМПЛ. Забьяли. Делает фрак по ЗИФСу. Команда. Да, тут Винцера на Планте рассыпается. Однако Флэйми со СКАУТ. Отличный хэдшот по Янушу. И ситуация 3 в 2. Паша Бицепс при этом у нас на ЗИГе. Выходит, проверяет Пальму. Моментально забирает Электроника. Флэйми. Проверяет дальше ЗИГЗАГ. Выходит у нас, наверное, поглубже на точку Б. Нет. Флэйми. Все-таки воюет до конца. Один против двоих. Ну, можно сейвить, конечно, СКАУТ. Это можно и повоевать сейчас до конца. Бомбу там в любом случае не раздефузит. Да, и раунд отдаст. Но убить двоих, в принципе, возможно. Нет. Флэйми падает от Паши. Счет на 4-1. И у команды Na'Vi снова нет денег. Опять, кстати, по 2000. И в следующем раунде я боюсь, что у них опять будут эмки без ВП. Я знаю, что я еще подумал. Помнишь финал вот Эпицентра, который мы комментировали? Очень крутой. И у Virtus.pro тогда тоже были огромные проблемы. То есть, в принципе, вот этот вот финал, он как бы показал, что команда Virtus.pro имеет потенциал, имеет силу, имеет там желание выигрывать и побеждать. Такая команда, которая... Да, так вот, я закончу мысль, что на самом деле Virtus.pro может быть и не хватает где-то мотивации вот таких вот важных игр, да, чтобы показать себя полностью. Вот они сейчас вышли в финал и они могут его выиграть просто потому, что они помнят и знают, как играть в таких ответственных стадиях. А в последнее время они вот, да, там, вспомни там вот эти вот рофло-результаты типа из серии там проиграли команде Яполена в интернете 16-4, понимаешь? Есть такая команда? Да, Яполена или Яполена, ну, как-то вот так вот она звучит. То есть, и это серьезно, то есть на ЕСе команда Virtus.pro в интернете проигрывает вообще там человекам, людям, которых я вообще никогда не слышал, понимаешь? И не услышал, и не услышал, да. А здесь вот как бы лан, и вот она мотивация, может быть где-то как раз-таки этого и не хватает на Virtus.pro. Да нет, я полностью с тобой согласен, мало кто понимает, что на самом-то деле иногда профессионалов жестких игроков, собственно, и отделяет от, ну, хороших игр, будущих, победа вот в подобных финалах. То есть, если Virtus.pro тут победят, они для себя, возможно, что-то поймут, что-то новое откроют, в следующих играх будут играть намного увереннее и вообще с этого финала может начаться большой компакт с командой Virtus.pro. И они это прекрасно знают, поэтому они тут, естественно, будут выкладываться. Плюс мотивация выложится из-за того, что, ну, когда последний раз вообще Virtus.pro были в финале большого чемпионата. Да, здесь нет Астрали, здесь нет Фейсклан, но... Ну, здесь были Нипа и Нави, как бы, Нави сейчас вообще топ-2 мира, если что, Энли, Тайлу и... Энли показали очень классную игру. Те же Тайлу на последнем лане тоже прибили Natus Vincere. Ну, в общем, даже такую ачивку приятно очень иметь, особенно, когда у тебя совсем нет побед. Ну, конечно, турниру с хорошим призовым фондом и, как мы видим, очень хорошей, достойной, качественной организацией. Да, все игроки вообще там благодарят Оргу за такой, собственно, интересный чемпионат. Выход у нас. Нипа падает. Симпл туда же. Ситуация 2 в 4. Электроник у нас на просвете. Прилетает Смог. Дэн не высовывается. Понимает, что лонг проходит. Чекает. Зик. Коктейль Молотова догадывается, судя по всему игре команды Virtus.pro, что где-то здесь, возможно, находится их соперник. Но коктейль не точный. Электроник дальше живет. Реализовал Снэк свою УЗИшку. И, в конце концов, Электроник один против четверых. Ловит Нео. Есть теперь инфа. Электроник. Вот это ЦЗшка. Ну и минус все-таки отъяли. Но Дэн неплохо отыграл. Согласитесь. И вот такой счет 6-1. Начало на карте Даст-2. Выбор команды Virtus.pro. Хорошая атака. А, кстати, по поводу нюка мы еще забыли одну фишку. Virtus.pro будут за защиту. Опять же, выбираешь Даст, тебе пофиг за кого играть. Соперник выбирает нюк, и ты играешь за защиту. И это тоже маленький бонус. Конечно, это не рецепт, как победить на нюке, но это маленький бонус. Выход на лонг у нас от команды Virtus.pro. Накс пушит старт. Эдвард играет под флешку. Флешка не точная. Забыли игроки команды Na'Vi, что это новый Даст. И что тут есть специфические козырьки. И, соответственно, флешка должна здесь лететь нижняя. Тогда ты ослепишь соперника. А если ты кидаешь высокую флешку, то она не слепит. И это проблема. Это говорит о том, что Na'Vi не хватает опыта игры на новом Дасте. Симпл с АВП на просвете. Флейме с авиком чекает мидл. И один лишь электроник охраняет б-плент. Ну и команда Virtus.pro остается на лонге. Они откидывают коктейли Молотова. Проходят Миху. Смог лежит. Бомба устанавливается. И выбить плента будет довольно тяжело. Ждем, наверное, чудо от Симпла. Да. Или еще один раунд для копилки Virtus.pro. Учитывая то, что два АВП на ретейке у Natus Vincere. Я вообще не представляю, как здесь убивать плент. Ну и Na'Vi тоже, мы видим, не совсем понимают, как это делать. И принимают решение уйти на сохранение своего оружия. Ситуации 3-3. Кроме всего прочего, нет щипчиков у Natus Vincere. И Virtus.pro берут седьмой раунд. И посмотри, вот уже в очередной раз они выходят на лонг. У них это получается. Na'Vi никак не могут застопить этот выход. Вот банально не хватает каких-то буквально двух гранат, да. Чтобы вот не дать возможность команде Virtus.pro регулярно занимать быстро коробку. А как только что вылетел Snax на ноге с маг десятки. Просто два минуса. Просто два минуса. Но при этом, еще раз говорю, флешка прилетела высокая, да. По старинке ребята думают, сейчас всех ослепят. А Snax стоит, даже не отворачивался. Ну конечно он сделает эти киллы. Один сразу просто... Не, ну он ослеп. Видишь, он ослеп, потом прозрел и потом уже ему накинул. Да, но вот только что вот ты хайлайт смотрел. Он был слепой. Не знаю. Если бы он был слепой, он бы так не сделал два килла. Но может быть полуслепой. Он слепой был. Да не был, полуслепой. Он не мог быть слепой. Да он слепой был, он не выходил. Да не был он, а ты слепой. Не видишь ничего. Сними очки. Надень очки. Слепой. Пауза от Na'Vi, я так понимаю. Кто слепой, напишите в чат. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Да. Но Na'Vi общается. Пауза тут по-любому нужна. Кстати, посмотрите сколько дэмэджа кто наносит. У нас герой пока что у Na'Vi это флейми, но только он. А вот у команды Virtus.pro два человека. Это и Снакс, и Паша Бицепс. Средний дэмэдж за раунд более 100. И это, конечно, проблема. Пока не может ни Симпл включиться, ни остальные ребята. Зевс, который себя неплохо показывал с Энви, пока что тоже особо не блещет. Два ВП, ФАМСМ. На'Vi решили все-таки купить. Они засейвили из прошлого раунда девайса. Ну и тут решили Virtus.pro пойти на точку B. А там один лишь флейми. Девайс, правда, у него неплохой для того, чтобы перестрелять всю команду. Но команда Virtus.pro попытается сыграть на размене. Коктейль Молотова за дальний ящик. Флейми в итоге подловили. Он играет на пленте. Делает свой минус. Это инфа для остальных. Игра на размене. И один килл это, конечно, довольно мало. Но Девс рвался под слэш. Забрал Бьяли. Симпл помогает минус милку. Наконец преимущество хорошее для Na'Vi. Нео красный. Ситуация 2 на 2. Симпл забирает Нео. Симпл рисковал, кстати. Ворвался в коктейль Молотова. И пока что живет. Паша откидывает коктейль. Подбирает бомбу. И попробует разыграть этот раунд. Ой-ой-ой-ой! Как же так? Не попал по Паше бицепсу Саша Костарев. Паша решил обойти через Титаник. И попытается сейчас разыграть раунд 1 в 2. Не знаю, слышал ли его только что Эдвард. Да вряд ли очень далеко. Эдвард сейчас находится на пальме. Очень крутой выход фишечный от Virtus.pro. Ты видел, как они в смоке стояли? То есть там было полностью разобрано. Кто куда флешку. Молик вдаль. То есть, опять же, чтобы изолировать АВП. И крутая игра на размене от Virtus.pro. И отличный выход на B. Однако Симпл полностью остановил этот выход. И не дал возможности полякам поставить бомбу. Это второй раунд для Natus Wincer. Ну и, возможно, ребята сейчас почувствуют силу и начнут набирать. Но это не точно. Мы видим, что Virtus.pro очень комфортно себя чувствует на Дасте за атаку. Ну и, несмотря на такой счет, мы видим, что у Virtus.pro денег нет. Вернее, деньги есть ровно на один раунд. То есть, закуп в этом раунде у нас есть. А вот в следующем уже не будет. Опять выход на лонг. И опять все слепые у Na'Vi. Вот он молотов. И опять Na'Vi не могут ничего сделать с этим пушем. Это просто беда какая-то. Ну, надо бы смок просто кидать. Такой самый старый, стандартный. Да тут вообще непонятно. То есть, просто Na'Vi, видимо, не знают, как остановить этот выход. Вот уже не первый раз они терпят там. Ну, тут мало что поменялось, на самом деле. У террористов, возможно, чуть быстрее респа на лонг, да, если сравнивать со старым Дастом. Но все равно можно откидывать смок на старт. И через смок, через флешки быстро занимать яму. И это, по-моему, самое качественное решение вот против такого выхода. Но, как мы видим, Na'Vi действительно опыта мало. Действительно, Даст 2 в пике от Virtus.Pro заставил... Застал, пардон, Na'Vi врасплох. Na'Vi думали, что здесь, скорее всего, будет совсем другая карта. Они понимали, что пикнут или они нюк, или ВП пикнут нюк, скорее всего. Я думаю, что вот реально удивили, очень удивили. Всех удивили. И Na'Vi удивили. И сами подготовились. И сами удивились. И сами удивились. Вот такие вот, давайте удивимся. Давайте пикнем ТАС-2. Не, это не так. На самом деле видно полностью четко подготовка у Virtus.Pro. Вот прям просматривается. Видно фишечные раскидочки, фишечные раунды. Все очень красиво. Нео играет СК-47. Проверяет middle. Но там при этом никого у нас нет. Пытается реализовать Флейми снайперскую винтовку. У него это пока слабо получается. Флейми, кстати, и с этими ребятами отыгрывал. Сенвия с Савиком. Там тоже, кстати, один раунд нормально сделал. Неплохо Флейми отстреливается, но это не помогает ему взять раунд. Как, собственно, и команде Natus Vincere. Дело в том, что получают ресет экономики. И это опять очень плохие новости для Natus Vincere. Virtus.Pro просто душит. Душит безбожно. И посмотрите сейчас опять на закуп Natus Vincere. Это Юмп, это Эмка, это две ЦЗшки и МП7. Кстати, вот по пику бану еще одно замечание. Что на самом деле DAS-2 это реальное спасение команды Virtus.Pro. Потому что что пикать? Мираж против Na'Vi? Нет. Инферно? Нет. Трейн? Ну, такое. То есть, если бы они DAS не играли и не тренировали, в этом финале они бы смотрелись... Ну, нюк могли бы пикнуть. Да, но как бы нюк мы понимаем. На'Vi сами его пикнули. Значит, Na'Vi уверен. Соответственно, в этом финале, если бы не DAS, это было бы очень плохо. Поэтому Virtus.Pro большие молодцы. Они зашли на Upland, развалили всю команду Na'Vi, в который раз через лон. И Flame играет с Юмпом. Один. Правда не может его найти. Flame надо вернуть флаг электронику. Может быть. Может быть этот флаг зачарован. На успех. Выдавался он только электронику, а в итоге Flame. Ну, я тоже, кстати, считаю, что такие вещи могут решить. Если веришь. То есть, ты... Забубонный. Забубонный парень, да? Как это будет? Я забыл слово. Суеверный. А, суеверный. Да. Ты суеверный? Я не очень, но бывают такие моменты. Ну, то есть, вот, например, я когда дарил флаг Симплу, да, то есть, мне казалось, что он должен помочь. Я как бы переживал, если бы Симпл проиграл, то, блин, я бы такой, ну, как я так подарил флаг, а он проиграл. А он не помог. Да, он не помог. Значит, я какой-то проклятый. Или, например, вот здесь, да, тоже суеверие. То есть, сначала играл электроник, Симпл нормально, да? То есть, Симпл почему не взял этот флаг с собой в Китай, да? Ну, он же не будет каждый турнир с ним ходить. А почему нет? Ну, хотя бы брать с собой, а что нет? Ну, он может взял, ты же не знаешь. Не знаю. Было бы прикольно. Такая, знаешь ли. А потом передал какому-то новому Симплу лет через 7-8. Уже такой дырявый, да? Потертый. Флейми. Открывает счет фрагом в этом раунде. Делает он минус по Снексу. И вот тут же отвечает по Эдварду на анге. Ну, вот, что-что, а вот длину очень слабо Нави держит. Тормальше. Здесь, в принципе, напихал Бьяли. Симпл делает также минус по мичу. В итоге ситуация 2 в 2, как бы там ни было. Но все-таки Паша бит. Флейми 1-2. У него эмка. Первый армор. Нет дефузов. И коктейль молотова очень хороший. Флейми в итоге ничего сделать не может. Флейми рискует. Как же много хп потратил. Но это неожиданно ему в любом случае. Однако Нео с картинки прикрывает эту позицию. И команда Virtus.pro берет 10 раунд. Счет 10-2 в пользу Virtus.pro, друзья. У команды Нави большие проблемы. Хьюстон. Нужно выручать. Опять статистика по дэмэджу. Опять же, Флейми очень много вносит дэмэджа. Зевс очень мало вносит дэмэджа. У команды Virtus.pro. Ну, пока что отстоят бьяли в этом плане. Но с другой стороны команда, видите, лидирует. Откидывает у нас. Вот опять высокие флешки. Зачем же вы высокие флешки эти кидаете? Не нужны они на этом дасте. Там столько козырьков. Миху действует с АК-47. И это, я тебе скажу при всем при этом, Virtus.pro еще особо не обузили middle. Очень мало они играли по этому. Да, Virtus.pro вообще получается все, что они делают. Обузь, не обузь. Выходят на зиг, берут. Выходят на длину, берут. Но вот тут, возможно, шанс появился у команды ВП. Снахс падает. Симпл неплохо отыгрывает на бе. Зевс делает килл. И Нео вместе с Бьялиев вдвоем против пятерых. Но моментально Эдвард и Зевс погибают. Хотя оно того не стоило. Не стоило. Ситуация была практически стопроцентная. Нео еще и Симпла прочекал. И теперь ребята знают, где находится их оппонент Симпл. Пытается жить тут до конца. Игра на размене. Бьяли делает свой минус. Есть понимание у Бьяли, где находится. И Бьяли берет тот раунд. Это 2 в 5. Что он повесил. Браво, Бьяли. Браво, Virtus.pro. Как же круто играют польские мишки в этом финале. И кто бы мог подумать, что именно эта команда так круто будет смотреться в матчапе против Na'Vi. Напоминаю, что перед встречей коэффициент на победу у Na'Vi 1.2. На Virtus.pro некоторые конторы 4 давали. А я сразу сказал 10 злотых на Virtus.pro. Да. Потому что в финале не может быть коэффициент 5. Серьезно. Букмекеры, что с вами? Пожалуйста. Боже, это легчайшие пенензы. Ладно, не будем форсировать события. Я в принципе говорю о том, что деньги нужно потратить на что-то более интересное. Есть куча вещей в жизни, на которые можно выделить деньги. Ставки это одно из самых последних. Куда не стоит тратить свои кровные. Отличный раунд от Virtus.pro. В очередной раз 12-2. Это разгром. Это, не знаю, это салат. Пока тут вообще безапелляционная игра абсолютно от мишек. Притом они все делают. Все, что они делают, у них все выходит. Но не стоит забывать, что у нас будет... Ой, какие эмоции от ZEVS. А ZEVS понимает, что просто он тогда ворвался в флешку под смок, и это было абсолютно лишним решением. Тем более он знал, что есть чел в медле. На 5-2 смысл вообще куда-то врываться. Стоите себе на позициях и дальше принимаете. То есть в этом не было никакого резона. Ладно, не стоит забывать, что все-таки это первая половина. Это атака, и может быть Na'Vi возьмут еще и пистолетный раунд и ответят в команде Virtus.pro. Но тут далеко не все потеряно. Плюс это первая карта. Есть также Nuke. Na'Vi в рамках Star-серии, кстати, часто проигрывали, по-моему, первую карту. Потом добирали. Поэтому и на Nuke могут себя проявить. Хотя Train будет уже решающий ключевой третьей картой в этом финале. Но, согласитесь, Nuke, конечно, Virtus.pro как карта тоже подходит. Зевс играет с Крокодилом. Эмки у остальных ребят. Virtus.pro холдят, контролят половину карты. Даже большую ее часть уже на зиге. Длина контролится. Ну и, по идее, готовится зажим снова Плэнта B. Потому что бомба подтягивается в верхнюю тёмку. Ну, 2-1-2 стоят в обороне Na'Vi. Сейчас затишье на карте. Миху откидывает гранаты зига. Выкинул молотов. Там еще есть какой-то смок на респаунд. Судя по всему. Ну и вот выход на мидл. Здесь 3-2. Сплит B просматривает тот Virtus.pro. Симпл на подсадочке. Реализовывает VF. Отлично. Два минуса Эдварда. Так как сейчас выбирает Яли. Зевс реализовывает дробовичок. И последний. Паша Бицепс. Неплохо здесь вырубает Зевса. Но второго в упоре он, конечно, не читает. Но здесь Паша еще и умудряется при этом сделать фраг по Эдварду. Но игроки команды Natus Vincera делают заключительный фраг. И забирают в третий раунд свой актив. Ну, не знаю. Вообще, как бы, классический даст может быть именно таким, что сейчас... Ну, как-то сейчас показали тренера. Вроде там даже улыбка на его лице была какая-то. Ну, типа, ничего страшного не происходит. Ну, наверное, для команды, которая проигрывает с таким счетом, это очень важно. Чтобы вот такое было... Ну, конечно. Если бы они уныли, тогда это было бы намного тяжелее. Ну, может быть, Na'Vi на тренировках кому-то уже проигрывали с таким счетом. Да, карту даст 2 в первой половине. То есть они, может быть, знают, что с защитой у них, как бы, есть определенные трудности. Но при этом можно оформить камбэк за КТ. Симпл решил постреляться с мидлом. Моментально Нео реализовал свой юспик. Миху разваливает флейми. И тут, если честно, опять же, вопрос... Не выпустили с респа, уже сделали 2 мига. А стоит ли P250 с армором терять вообще с такой перестрелкой? То есть в чем вообще резон? Тем временем, Бьяли разваливает Эдварда. Погибает Девс. И низу Электроника. 5-0. 13-3, Virtus.pro в трех шагах от победы. У Na'Vi нет денег. Кстати, предложили еще, знаешь, куда можно деньги тратить? Скинуть на лечение мне. Зачем? Чтобы ты видеть стал? Что? Видеть? Да уж! Да уж! Неожиданно! Virtus.pro удивляют и очень приятно удивляют. Молодцы! Молодцы, Virtus.pro! Форсбай у Na'Vi у Свинсера. Мы видим, есть скаут у Симпла, а также три ЦЗшки и Дигл у Зевса. Ну и, возможно, будет попытка выхода в мидл. Полетел смог на респаун. Кстати, смог очень такой интересный. Откуда-то издалека прилетел. То есть, наверное, все-таки в атаке какие-то дымы дознают. Взяли делают враг боя. Адвардой Электроник тут же отвечает. Похоже на то, что это сплит. Либо не сплит. Довольно сумбудный раунд. Зевс погибает на зиге. Перестрелочка в мидле. Симпл получает много прострела от Паши Бицепса. Сам попадает по Ярославу. Но тот все-таки переигрывает Костелева. 14-3. Ну и сейчас, по идее, Na'Vi должны опять форсить. Тут уже на ничью-то нет, наверное, смысла. Тут уже форс до конца. Тут уже форс до конца. Дорогие зрители, если вам интересно, фотографируйте в Инстаграмы. Как вы смотрите эти матчи. Отмечайте меня и ухо в Инстаграмах. Мы будем лайкать ваши фоточки. Ухо. Инстаграм Ухо 7. Ухо 7 и Сеня 3 девятки. Цех 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 3 девятки. Наши Инстаграмы. Фоткайте. Эдвардс погибает. Флейми тоже. Вьяли неплохая реализация. Эмки на пленте. Но и тут ничего на Ави снова не светит. Раш на Б не сработал. Ухо 7 хп у Девса. И это 15 3. Просто выносят. Виртус Про. Салат. Нави. С карты. Даст 2. Просто вообще без шансов. Кто бы мог подумать. Но это круто. Это круто. Это во-первых хорошо для интриги. Для финала. То есть Нави сейчас. Не так хорошо. Ну в смысле они получили такую пощечину. На нюке они тоже могут так же вынести. Да. Могут. Тогда будут хорошие три. Ну да. Так а почему? Не надо к F5 ставить на Виртус Про. Не надо этого делать. Более в финале. Эдвард реализовал скаут. Забрал Пашу бицепса. Нави начинает преимущество. Спускается в нижнюю темку. Проверяет зигзаг. Остаются все равно на пленте. Нео подобрал АВП и чекает миддл. Возможно Симпл сейчас пойдет под флешку. Да. Симпл вышел. Откидывает смок. Электроник не дождался этой гранаты. И сразу же получил от Нео. Миху разваливает Эдварда. И Симпл возвращается назад. Нео кстати чекает миддл. Дает инфу, что здесь никого. Миху пушит дальше. Разваливает флейми. Ситуация 4 в 2. И... Ну... Ничего. Нави другого не остается. Все таки как забыть совсем скоро про карту DAS 2. И уже думать про дынюк конечно. Нюк который они пикали. Но на котором они будут отыгрывать за террористов. Миху перед коробкой. Просто вот такой вакшот. Забирает Зевса. И остается Симпл. Один в четыре. Так. Ну... Что нужно сделать Нави? Обнулиться. Успокоиться. И... Выйти... На... Выйти с игры. Выйти на следующую карту с хорошим настроением. Но у Virtus.pro точно хорошее настроение на данный момент. Они очень методично, очень красиво и круто прям вообще без шансов прибили Virtus.pro. Прибили Нави конечно же. Ошибся я. Да. Ну да. Как бы Virtus.pro сами себя прибить не могут. Охо. Охо. Деньги на лечение. Если быть. Охо. Уходят Нави. Уходят Virtus.pro на паузу. Ну и мы с Алексеем дорогие зрители. Передохнем. Ну вот видишь я без очков. То есть в принципе вообще...